МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Приятные цифры. Губернатор отчитался перед Рязанской областной думой. Во избежание ЧАЭС спасатели провели масштабные учения. То ли есть, то ли его нет. Весеннее половодие в Рязанской области пока скромничает. Санаторий Сосновый Бор заработает как многопрофильный социально-реабилитационный центр с сентября этого года. Объект для региона знаковый, популярный. Его возможности станут шире. Об этом сегодня заявил губернатор Николай Любимов народным избранникам. Он представил традиционный годовой отчет и ответил на вопросы представителей фракции. На традиционный отчет перед народными избранниками губернатор приходит ровно в срок. Его доклад изобилует цифрами. Они лучше прошлогодних практически во всех сферах. Общая площадь ведетого жилья достигла почти 757 тысяч квадратных метров или 117 процентов уровнем 2020 года. По такому развитию Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО. Объем инвестиций в основном стал сложиться в сумме 73 миллиарда 900 миллионов рублей, что на 12 процентов выше, чем в предыдущем году. Даже в условиях пандемии рынок труда в Рязанской области не просел. Безработица за 1 процент так и не вышла. В медицине уровень поддержки от властей существенно вырос. Например, появились доплаты выездным бригадам от 10 тысяч водителям до 20 врачам. Открыто 5 новых ФАПов. В этом году к ним добавят еще 12. Для масштабного фронта с коронавирусом в Рязани открыли единый центр вакцинации. Сегодня это главный форпост на пути к ковидных мутациям. Центр рассчитан на ежедневное послуживание местных дворец. И записи до полутора тысячи человек. Других регионов, а регионных аналогов нашего центра пока нет. В момент устроения необходимости в разных частях города мы открыли 6 пунктов бесплатного экспресс-тестирования. Там ежедневно, без выходных, работали сотрудники медицинских организаций. Рязанского государственного медицинского университета. Валентир. За время работы проведено более 32 с половиной тысячи следователей. Выявлено их около 5 тысяч положительных тестов. Одними из первых в стране в Рязани наладили бесплатное получение сенсоров для больных диабетом детей. Это уже даже скорее не медицинский, а социальный прорыв. В самой социалке все подчинялось принципу улучшения благополучия, улучшению комфорта и благоустройства территорий. В 2021 году на реализацию инициатива граждан было направлено порядка 300 миллионов рублей. Средства получили 19 муниципальных образований. Выполнены работы в 14 параметрах, 27 общественных территориях. Наши города Кропыно, Сасово, Мичурицы вошли в число победителей всероссийского уровня. В конкурсе получили финансирование на свои проекты благоустройства. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» выполнен в полном объеме. Потрачено больше 5,5 миллиардов рублей, что позволило отремонтировать свыше 265 километров автодорог регионального и местного значения. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В первой половине апреля МЧС России проводит командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами. В основном тренирует взаимодействие между службами и организацию комплексной защиты населенных пунктов. На третьем, самом масштабном этапе побывала наша съемочная группа. Лесной пожар с высоты птичьего полета заметили с самолета. Информацию летчик сразу передает в ближайший населенный пункт. Огонь не разгорелся сам, судя по всему, виной тому поджигатель. Чтобы пламя не перекинулось на ближайший лес или населенный пункт, к очагу возгорания выезжают добровольцы. Такой он сценарий третьего этапа командно-штабных учений МЧС. По сценарию добровольцам пришлось туго. Им срочно нужна подмога. Прибывает второе звено – профи, сотрудники пожлеса. Они и в тушении участвуют, и проводят опашку территории. При наступлении совсем уж чрезвычайной ситуации – по сценарию учений. На помощь выдвигаются сотрудники МЧС. И тогда, как бы выразились сами огнеборцы, пожар удалось ликвидировать. Третий этап – зачет. Цель нашего подготовки всех этих учений – для того, чтобы мы могли в случае загорания или угроз лесных пожаров, или ландшафтных пожаров, в первые сутки его ликвидировать. В целом в учениях принимало участие порядка 40 единиц техники и более 100 человек лично состава. В списке первоочередных задач – еще и отработка взаимодействия между структурами. Пока огнеборцы сражались со стихией, разбойника-поджигателя ловили силовики. Из ближайшего населенного пункта организовывали эвакуацию. А спецслужбы проверяли уровень загрязнения в воздухе. Все это позволяет проверить готовность максимального количества сил и средств региона. На всякий случай. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. За повторную продажу несовершеннолетним алкоголик уголовной ответственности привлекли продавца-кассира одного из сетевых магазинов Рязани. Об этом сообщает в прокуратуре Московского района. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 151 Уголовного кодекса. Установлено, что в октябре 2021 года продавец-кассир уже привлекалась за подобное, но по административному делу. И даже заплатила штраф в 15 тысяч рублей. Но выводы не сделала. Цена уголовного дела, по сути, бутылка пива. В декабре 2021 года, находясь на рабочем месте в помещении магазина, расположенной на улице Октябрьской города Рязани, осознавая, что перед ней находится несовершеннолетний, реализовал ему алкогольную продукцию. Вину в совершении преступления подсудимый полностью признала, садийным раскаялась, активно способствовала его расследованию. Приговору Московского районного суда города Рязани она признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказанием в виде исправительных работ на срок 3 месяца, с удержанием 5% и зарплатной платы ослуждены, доход государства. В Рязани продолжается весеннее половодие. По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, за сутки в черте города Рязани и в реке Оке уровень воды повысился на 82 сантиметра. Но по-настоящему большой вода еще не стала. Подробности далее. В половодии в Рязани странный предмет. Где-то есть, а где-то его нет. С одной стороны в малых реках уровень воды падает. Уже освободилось три моста. Два в Сапожковском районе и один в Путятинском. Четыре моста все еще подтоплены. А если вода и дальше будет прибавлять, то по прогнозам МЧС может подтопить низководный мост через Истье. У населенного пункта Острая Лука, Ерофеевская, Слобода Спасского района. Благо объездной путь там есть. На главной артерии региона реки Оке продолжается подъем уровня воды. За сутки в черте города Рязани подъем составил 73 сантиметра и составляет 301 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста, что соответствует уровню выхода Оке на пойму. Поэтому сохраняется угроза подтопления объездной дороги по маршруту Рязани-Заовска-Коростова. В случае ее перелива спланирована работа рижных катеров. Дорогу затопило буквально за сутки, говорят жителям. Сейчас передвигаться по ней нельзя. Водителям предлагают объездной маршрут, который проходит под Солочинским мостом. Изменили в связи с подтоплением и маршруты общественного транспорта. Они также курсируют по объездной дороге. Все вопросы жизнедеятельности населения в отрезанных национальных пунктах обеспечены. В том числе и в селе Заокское-Коростово. Организованы дежурства пожарной техники, а также пожарных добровольцев. В настоящее время половодие Рязанской области проходят соответственно прогнозы. За ситуацией экстренные службы следят ежедневно. Для этого используют беспилотные летательные аппараты. А на пульт ЦУКС информация поступает с датчиков, расположенных на гидротехнических сооружениях. Для горожан и жителей области совместно с Центром управления регионом разработана общедоступная интерактивная карта подтопляемых территорий. Следить за половодием можно онлайн. Новый вариант омикрона стелс схож с предыдущей версией коронавирусного штамма. По симптомам это боль в горле, поражение верхних дыхательных путей, боль в спине. Но есть и другие симптомы. Герман Гущин выяснял какие. Осенью прошлого года по миру ураганам пролетел новый штамм коронавируса омикрон. Он оказался намного заразным, чем все предшественники и быстро стал доминирующим в мире. Но и на этом мутации не закончились. Последние месяцы все шире распространяется очередной штамм омикрон, БА-2 или по-другому стелс. Несмотря на то, что стал сомикрон считается более заразным под видом коронавируса и омикрон штамма, то принято считать и доказано, что он не вызывает серьезных осложнений. Сам по себе стал сомикрон, он отличается по генетической структуре от других штаммов коронавирусной инфекции. С начала пандемии коронавирусной инфекции подходы к лечению больных врачи успели поменять несколько раз. А вот рекомендации по профилактике и предотвращению заболевания остаются прежними. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают. Независимо от циркулирующих штаммов новой коронавирусной инфекции, правила личной профилактики одинаково направлены на снижение риска заражения. По возможности минимизируйте помещениями с большим скоплением людей, а в случае, если избежать посещения невозможно, соблюдайте социальную дистанцию. Самый эффективный способ защиты от всех штаммов коронавирусной инфекции по-прежнему вакцинация. Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. В нашей стране сейчас зарегистрировано 7 препаратов от коронавируса. Времени защитить себя у вас еще предостаточно. В дни Великого Поста, как говорят священнослужители, важнее, чем отказ от пищи мысли о духовном. Потому философский проект пятерых современных русских живописцев «Святой Афон в работах русских художников» в зале художественного музея сейчас выглядит особенно злободневно. Созданные прямо в святых местах, которые долго оставлялись закрытыми для посторонних глаз, эти картины несут в себя особую энергетику. Древнейший монастырский центр православной церкви «Святой Афон» с X века принимает паломников и монахов. Сегодня он почитается как удел Пресвятой Богородицы. Этот закрытый для любопытствующих аскетичный и величественный мир, между тем открыт для тех, кто готов познать тайны собственной души. 55 произведений живописи, графики, эмали и мозаики, объединенные общей темой «Святым Афоном», стали основой большого выставочного проекта. Для православного человека византийское искусство – это некая матрица, а для художника тем более. В 1916 году исполнялось тысячелетие со дня присутствия русского монашества на Афоне. И в связи с этим ряд академиков, российской академик художеств, были направлены на Афон по благословению нашего патриарха Кирилла и старца Симеона, главы Афона. И вот мы в течение достаточно долгого времени там работали, как профессионалы, соприкасаясь с этой древностью, с этими канонами. В 2015 и 2016 году пятеро русских мастеров живописи отправились в особенное паломничество на Святую Гору. Они посетили 12 монастырей, 5 скитов, несколько монашеских келей, известные исторические места на Афоне и в Солониках. Художникам удалось посмотреть уникальные, доступные лишь монахам места, познакомиться с древнейшими и современными фресками, заглянуть в библиотеки и реставрационные иконописные мастерские. Каждый из этих мастеров – это уникальный человек с абсолютно индивидуальным, фантастическим, собственным, творческим лицом. И вот настолько они вместе, в пятеро, здесь гармонично, в этом зале, надеюсь, в последующих залах музеев России будут присутствовать, что это не оставляет, например, нарушим никого. Мне повезло, потому что я был один раз, меня взяли с собой. Я наблюдал, как рождались эскизы, наблюдал часть произведений, которые были созданы на Афоне, потом они были созданы, многие из них мастерских мастеров. И это какой-то удивительный, в общем, результат. В этих рабочих поездках источниками вдохновения были службы в храмах, архитектура разных эпох, величественные пейзажи, вид самого Афона в теплом средиземноморском свете. Здесь каждый холст, во-первых, это полная свобода самовыражения, но эта свобода самовыражения основана на глубоком чувстве. Поэтому все холсты, они как раз передают вот это свечение, горы Афон, свечение, это потрясающее ощущение религиозное, мистическое, выраженное в светских картинах. Этот проект интересен прежде всего тем, что здесь представлено пять очень крупных художников современной России, а может быть и мира, я не знаю. Вот это первое все. А значит, это качество, это содержание, это глубина, а уж тем более такая тема, Афон. С некоторыми из представленных авторов рязанцы знакомы. Виктор Калинин приезжал в Рязань с персональной выставкой несколько лет назад. А мозаику Вадима Кулакова узнает каждый, кто бывал в Рязанском театре кукол. С другими авторами зритель встретится впервые. Но непременно во всех таких разных работах увидит отражение особенного мира Святой горы. Художники, имеющие возможность посетить этот мир и показать зрителю в своих произведениях, тем не менее, не делают его открытым. Созерцая тихую сосредоточенную жизнь Афона, зритель остается невовлеченным в нее. Явленные ему через полотна не становятся доступнее, но ощутимее становится невероятная высота духа. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова